Привет всем! Привет! У меня гость в студии. Гость, представься. Я Эва Чан. Кто меня не видел, я Эва Чан. Кто её не видел, это Эва Чан, моя дочка. И сегодня я хочу задать Эве Чан пару вопросов о буддизме. Эва Чан будет отвечать. Эва Чан, что ты знаешь о Будде? Кто такой Будда? Ну, это статуя, которая самая древняя, не совсем древняя, но она ожива, если о ней заботится. Оживает, если не заботится. Хорошо. Да, она оживает. Да, ещё. Это сказка. Сказка наметена, если заботится о Будде, она тебе тоже добро сделает. Угу. Эва Чан, а ты знаешь, кто такой Амидасама? Нет. Не знаешь? Хорошо. А кто такой Ожизоса? Ожизоса, это тоже маленькие такие статуэтки, только живные. И они тоже помогают, как Будды. Угу, как Будды, помогают. Хорошо. Если о ней заботятся, конечно. А что нужно делать, как нужно заботиться о статуе, чтобы она тебе помогла? Ну, например, ей еду давать или шапочку, например, давать, у кого нет в шапочке. Если у статуи нет в шапочке, то есть давать ей шапочку. Когда снег, ей очень холодно. Угу, да. Поэтому некоторые так делают, даже пластмассовые дают. Угу. Хорошо. А ты знаешь, такое учение называется буддизм, да? Буддизм. Слышала? Ну, почти. Угу. Хорошо. Я думаю, что это, когда-то почти павочку делают, и если не делать, ей-то тачат. А, ну хорошо. То есть это ты сидишь, сидишь красиво, да, тихо, и если ты не сидишь тихо, то тебя павочкой туда что-то в смысле ударяют, да? Хорошо. Отлично. Ещё один вопрос овачам. А чему вас учили в садике? Ты помнишь? Ну, особо тем, что я себе сказала. Если тихо не делать, тогда, да, называют тебя нехорошими, вместо того ступалкой бить. Называют, если ты не ведёшь себя тихо, да? Угу. Хорошо. И говорят, что надо повторять, и это очень затражает меня. Что надо повторять? Сидеть тихо. Сидеть тихо. Угу. Если не сидишь тихо, тебе повторять это надо. Повторять? А, опять сидеть тихо, да? Угу. Угу. Хорошо. Угу. Чем больше ты этого не делаешь, тем хуже. Угу. И тем много тебя заставляют тихо делать. Тихо сидеть, да. Угу. 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 Вот. Угу. Хорошо. Это представление Эвычан о буддизме. Эвычан, а что такое быть хорошим человеком? Как ты считаешь? Ну, например, кормить птичек, где надо. Угу. Да. Заботиться о питомцах. Угу. Оберегать воду. Воду беречь, да. Хорошо. И всякое-всякое. Угу. Отлично. Спасибо, Эвычан. Это было очень хорошее интервью. Эвычан прекрасно справилась. Вот. Хорошо, Эвычан. Вот. Эвычан может идти. Все. Эвычан может идти. Угу. Угу. Вот. Это было интервью с моей дочкой. Почему я решила его провести сегодня? Потому что я хочу поговорить про садики. В частности, про наш опыт с буддистским садиком. Надо сказать, что вообще у меня есть несколько, скажем так, скептическое отношение к выкладыванию своего личного опыта в сеть. То есть, с одной стороны, я понимаю, что это очень важно. Но личный опыт – это ничем не хуже источник, чем все что угодно другое. В то же самое время я очень часто вижу такую ситуацию, когда человек просто выкладывает свой личный опыт и вообще ничего о нем мне практически не объясняет. То есть, ну вот, приведу пример. Я не помню, сколько лет назад, точно уже после родов, то есть, каких-то, наверное, пять лет назад, может. Мне попался, попалась на глаза заметка, ну, по-моему, я даже не помню, то ли это была какая-то заметка в онлайн-журнале, то ли что, может, даже пост на Фейсбуке. Ну, уже многократно перепущенной девушке о ее опыте в японском роддоме. Она подавала это просто как опыт в японском, вот, вот типа, как выглядит японский роддом. К сожалению, я сейчас даже не помню, где это, ну, и не хочется делать рекламу, честно говоря. Потому что по одному, с одного взгляда на этот пост, человека, который имеет опыт тоже лежания в японских роддомах, и тем более хождение, что называется, ну, личного такого ресерча в области японских роддомов, потому что надо куда-то ложиться, надо где-то рожать, сразу становится понятно, что это не просто японский роддом, это какая-то частная клиника, причем довольно дорогая. И, судя по всему, не очень большая. Ну, на этот счет не знаю, но то, что дорогая, это точно. Потому что, если вы просто попадете в японский роддом, у вас не будет по дефолту отдельной палаты, вас не будут по дефолту кормить, как в лучших ресторанах. Я тоже лежала в японском роддоме, рожала, и, честно говоря, опыт был очень даже позитивный, я бы с удовольствием еще раз туда сходила, скаталась. Но все выглядело совсем не так, как в этом посте. И это основная проблема. Люди не снабжают никакими пояснениями, сколько они заплатили, что это такое. Просто из разряда японский роддом, японский детский садик, ну и так далее. С японскими детскими садиками еще круче. Мне попадалось несколько подборок из разряда детских садиков в разных странах. И стоит понимать, что, наверное, сразу уже те, кто составляет эту подборку, выбирают не простые садики, не самые обыкновенные садики, тем более какие-нибудь, не знаю, районные, деревенские и так далее. Нет, они выбирают какой-нибудь особенный садик, который впечатлит всех, произведет впечатление типа «Вау! Нифига себе, как у них там в Японии!» И, конечно же, это несколько искажает впечатление. Точно так же, в принципе, ведут себя люди, которые постят свой негативный опыт. То есть просто работа в японской компании, вот она какая. Это работа в одной японской компании. То есть, возможно, в другой японской компании будет что-то схожее, но различия тоже будут. Поэтому с такими вещами стоит быть очень осторожным. У нас, надо сказать, во-первых, я сразу оговорюсь, какие у нас проблемы с нашим личным опытом. Проблемы следующие. Во-первых, нам не с чем сравнивать. У нас всего один ребенок, и ходила она только в японские детские сады. Поэтому я понятия не имею, как там в детских садах в России, как там в детских садах в Латвии, в моей родной Латвии. Мы там не были. Я ходила в детский сад в Латвии, но это было в начале, когда в конце 80-х, начале 90-х. Я подозреваю, что это вообще совсем по-другому все сейчас. Поэтому мне не с чем сравнивать. Реально. Еще мы, понятное дело, не охватывали все детские сады в Японии. Мы проживаем в префектуре Мияги, в городе Сундай. Это стоит учитывать сразу, потому что в разных префектурах могут быть немножко разные особенности. Я это потом и говорю. И в Японии, в основном, ну, понятное дело, деления бывают разные, но в основном можно приблизительно разделить все японские садики на хойкуэн и йочиэн. Хойкуэн – это такое место, куда детей отдают работающие родители. То есть там за детьми в первую очередь присматривают, их кормят, их спать укладывают и так далее. Йочиэн – это общеобразовательное учреждение, в которое отдают детей, ну, я не знаю, сколько процентов, но, в принципе, наверное, по большей части, может, и не все, но явно подавляющее большинство людей. Там детей, соответственно, готовят к школе, учат, не знаю, правильно себя вести в школе и так далее, но иногда дают какие-то первые знания, но не очень на них наставят, кстати. По моему наблюдению, в Японии как-то достаточно спокойно относятся к тому, умеет ли ребенок читать, прежде чем поступить в школу, умеет ли он считать. Рекомендации – это чисто уметь считать до десяти и уметь написать свое имя хоть чем-нибудь, то есть хироганой, катаканой, чем угодно. Я пока, честно говоря, не видела детей первоклассников, которые умеют, например, написать свое имя иероглифами. Может, они есть, не знаю. Ну, в общем, ладно, мы говорили о детских садиках. Так вот, у нас нет опыта с ЙОЧН, с общеобразовательным учреждением, потому что мы изначально отдали дочь Хой Куэн, и она все время ходила именно в Хой Куэн. Но надо сказать, что, на мой взгляд, я не знаю, может, я не специалист в области дошкольного обучения, но, на мой взгляд, особой разницы в том, как к детям относятся там и там, нет. Я ходила, например, в детские, ну, в том числе в ЙОЧН в детские сады по такой программе обучения детсадовцев, ну, в общем, обучение детсадовцев, чтобы у них было представление о мире, о другой стране. То есть я приходила, рассказывала им про Европу, про Балтийские страны. И, конечно же, я интересовалась, чему детей, собственно, учат, по-моему, примерно так же, как в Хой Куэн. То есть в основном они учатся именно работать, то есть делать целенаправленные действия, играть вместе, быть в коллективе и немножко там чего-то считать, читать там и так далее. Я думаю, что разница между садиком и садиком в целом больше. То есть в каком-то Хой Куэне вам будут давать значительно больше знаний, но в каком-то ЙОЧН, может быть, детям будут давать больше свободы, то есть чтобы они там бегали, ничего не учить и так далее. Это все очень сильно зависит от программы отдельного садика. Так вот, но в плане Хой Куэнов нам повезло, а может и не повезло, я не знаю, как посмотреть, потому что мы сменили четыре садика. И вовсе не потому, что они нам нравились, просто так сложились обстоятельства. Так что, в принципе, я могу судить, насколько разные садики отличаются между собой. И еще один момент, который я хочу оговорить, по крайней мере, в префектуре Яги и непосредственно в Сандае. Хой Куэнов делится на три категории в плане того, как вы их будете оплачивать. То есть есть садики, которые практически полностью оплачивают префектуры. Сейчас действительно вообще полностью оплачивают. То есть ты за этот садик ничего не платишь. Пару лет, по-моему, до этого года еще оплата, которую ты все-таки должен вносить, рассчитывалась из расчета того, сколько ты платишь налогов. То есть малоимущие не платили ничего, потом немножко там начисляется. Но в целом это не очень большие суммы. Мы, например, платили за садик что-то более 2000 иен в месяц за еду. Чисто так. В нашем последнем садике. Ну, это я потом тоже объясню. Есть еще садики, которые оплачиваются частично. То есть часть суммы, где-то половину вносит семья, остальную часть оплачивает, по-моему, городское право, если я не ошибаюсь. И, наконец, третий вариант – это полностью частные садики, которые вы оплачиваете целиком, полностью из своего кармана. И наш первый садик, куда мы собирались отдать дочь, он как раз был таким. Дело в том, что мы ставили в очередь в бесплатный садик, но до нас очередь никак не доходила. Поэтому мы стали понемножку отдавать Евку в садик, который с почасовой оплатой. Когда, допустим, и я, и папа были заняты, мы просто ее отводили туда и оставляли. И Евке там так нравилось, она проводила там час-два, даже вообще не задумываясь, куда делись ее родители, что мы решили, почему бы ее не отдать именно в этот садик. Ну, хороший же садик. Мы уже договорились. здесь, правда, садик сколько нам выходило? Где-то в районе 50 тысяч, если я помню, там было что-то 52 тысячи даже, по-моему, йен в месяц. То есть сумма была на тот момент для нас очень-очень сложно подъемная. Но мы решили, что ничего, напряжемся, как-нибудь там уж обеспечим эту ситуацию. И мы уже договорились, что Евка пойдет в этот садик. И тут произошло печальное событие. Директор садика внезапно умер. А так как садик держался только на нем, он тут же закрылся. Садик это был очень маленький. Он находился на первом этаже многоквартирного дома. Даже занимал целиком не полностью первый этаж. У них, понятное дело, не было никакого сада. Никаких групп тоже не было. Все проводили время вместе, все время вместе. Но они там весело играли в разные игры, даже какие-то поделки делали, насколько я помню. Ходили гулять. В общем, вот такой вот самый обычный частный садик. Как мы потом выяснили, потому что мы еще сколько-то осматривали садиков. Ну, не все примерно вот такие. Потом мы решили попробовать, по совету нашей подруги из Эстонии. Решили попробовать поступить в частично оплачиваемые садики. Мы нашли один такой. Он тоже был очень маленький, даже, пожалуй, еще меньше. Он располагался в двух однокомнатных квартирах в многоквартирном доме. В одной квартире были какие-то подсобные помещения. Там же они еду готовили, в другом находились дети. Там тоже не было групп. И в этом садике был принцип, что дети большую часть времени проводили снаружи, гуляли. И это был очень хороший выбор, потому что, несмотря на то, что садик находился в центре города, Сантай очень зеленый город. У нас очень много парков. Они каждый день ходили в какой-нибудь другой парк. Они носились по Джозен-Доре. Это наша центральная улица. Там вот аллеи из деревьев, и вот по этой аллее пешеходной они носили, гуляли целыми днями. Я их там неоднократно видела. В общем, это был очень даже неплохой садик. Он нам нравился. Дочка провела там два месяца, и тут нам дают место в абсолютно бесплатном садике, но в открывшемся. И мы, посоветовавшись директором нашего садика, в котором мы были, посоветовавшись, ну, вообще где только можно, мы решили все-таки ее туда перевести, потому что туда еще пошли некоторые наши знакомые, отдали детей туда же, и мы решили, что, по крайней мере, она будет в хорошей компании своих друзей. А садик, в котором она была на тот момент, собирался все равно переезжать в нормальное помещение. И нас предупредили, что они, скорее всего, будут сниматься с этой программы государственной, им придется как-то там пересматривать вопросы с тем, кого они у себя оставляют, кого нет. То есть, в принципе, все равно будет много стресса. Для ребенка-то пусть уж она идет в нормальный новый садик. И мы пошли в нормальный новый садик. Но что интересно было с этим садиком? Изначально он планировался просто как самый обычный японский садик. В нем уже были группы, то есть там были до трех лет нулевички, годовички и двухлетки. У них был нормальный такой садик собственный, двор, где они могли гулять. И они планировали просто набрать детей из окрестных домов, ну и там их, значит, за ними присматривать, обучать их и так далее. Но жизнь несла свои коррективы. Дело в том, что садик построили на пересечении трех кампусов университетских. Два кампуса принадлежали к университету Тахуку и еще один Тахуку Гакуин. И, в общем, стоит оговорить, что студенты, у которых есть дети в японских университетах, это, как правило, иностранные студенты, потому что они в целом старше. Среди них много людей из тех стран, где принято вступать в брак, завести детьми раньше, чем в Японии. В Японии это в районе 30 лет. То есть, а вот по моим наблюдениям, там Индонезия, где-то вот Египет, там арабские страны, там чуть пораньше, как бы, не намного, кстати, но пораньше. И, в общем, в ожидании как раз находилось очень большое количество иностранных студентов, которые ломанулись все в этот садик. И в результате в первой группе Евки, по-моему, там было человек 15, в общем, там было только три японца. Вот этот садик, остальные все были иностранцы, да. И вот эту группу можно было делать фотографии, выкладывать куда-нибудь в какие-нибудь националистические паблики, типа вот что стало с японскими садиками. Одни сплошные иностранцы. И мне кажется, что руководство садика приняло очень правильное решение. Они решили, что дети, они везде дети, тем более в таком возрасте, когда они еще толком и говорить-то не умеют. И можно их просто воспитывать, не обращая внимания на тот факт, что они все разноцветные. И они предоставляли самое обычное воспитание, не учитывали факты интернационализма вообще никак. И, на мой взгляд, нормально получилось. По крайней мере, Евке очень нравилось в садике, нам очень нравилось тоже. Она тут же нашла себе друзей, у нее была такая многонациональная тусовочка. То есть в ее круг, в ее близкий круг входил мальчик-японец, мальчик-китаец, девочка из Бангладеша. И в этом садике Евка пробыла полтора года. После чего она из садика выпустилась, потому что она только до трех лет. И нам пришлось опять искать новый садик. И тут нам подвернулся вариант с буддистским садиком. Это был садик, в котором директором работает один мой очень хороший знакомый, очень позитивный человек. Поэтому я решила, что раз он такой позитивный, то и садик у него должен быть очень позитивный. И мы отдали Евку в этот буддистский садик. Садик принадлежал храму Джо Ду Щу. То есть это буддизм чистой земли. Почему я, собственно, спрашивала Евку про Амиду вначале. Хотя на его веб-сайте и вообще везде в описаниях садика особенно отдельно подчеркивается, что садик воспитывает детей, основываясь на буддийских ценностях, сколько реально было буддийских ценностей в этом садике? Я могу сказать, что, по крайней мере, они не особенно навязывались. Во-первых, в этом садике тоже было много иностранцев. Он находится, опять же, неподалеку от университета Тахоку. В этом районе как раз селятся в основном иностранные студенты. Многие отдавали своих детей туда. Среди детей было много христиан, было много мусульман. Садик даже предоставлял, например, халяльное питание. И поэтому еще особо тема религии не педалировалась. Эти самые буддийские ценности, согласно которым воспитывали детей, какие же они там были, по-моему, довольно универсальные ценности. То есть мы растим добрых, здоровых, веселых, трудолюбивых детей. Которые умеют между собой хорошо ладить, хорошо играть и так далее. Я, честно говоря, не представляю, в каком садике будут растить каких-то других детей. Злых, ленивых, недоговорчивых и так далее. Ну, что еще было буддийского в этом садике? В главном зале был алтарь со статуей Амиды. Его открывали по большим праздникам. Но, в целом, никому даже не предлагали там кланяться. Я всегда кланялась просто потому, что я буддистка. Но, по моим наблюдениям, даже японцы особо не обращали на это внимание. В садике был ровно один раз, когда детей отвели в буддийский храм. И отвели их туда для того, чтобы рассказать более-менее, что это вообще такое, что это за место, чем мы тут занимаемся и дать поиграть на буддийских музыкальных инструментах. Это было очень весело. Еще дети ходили на праздник, где, в том числе, дочка рассказывала про то, как их учили вебетировать за дзен. Это они ходили на праздник, который был посвящен буддизму. Но, во-первых, они пошли туда... Туда ходил не только их детский садик, но и окрестные школы. И участвовали там не только и не столько представители джо-то-щу, сколько, как я поняла, несколько... Строителями было несколько храмов из соседних храмов именно со-то-щу, ринцай-щу, то есть дзен, дзенских храмов. Именно поэтому их, собственно, научили медитировать. Это такое особое мероприятие. В основном же... Да, дочь сегодня не стала рассказывать, но она однажды пересказывала нам достаточно близко к тексту легенду о Будде, о рождении Будды Шакямуни, о том, как он достиг просветления. И я, как она сказала, это им рассказывали в садике. Точно так же она знает сказку Каса Джизо. Это известная японская народная сказка про Джизо. Но у меня есть некоторые подозрения, что ту же самую легенду о Будде и тем более Каса Джизо рассказывают детям о других садиках. Не только в этом. Поэтому, опять же, я не могу сказать, насколько здесь буддистское наполнение, насколько здесь просто культура общая Японии. Что еще? В целом, сравнивая четыре садика, в которых Явка побывала, я могу сказать, что распорядок дня везде был примерно один и тот же. Кроме второго садика, в которых их пораньше выводили на улицу, ну и вообще они по большей части, если была хорошая погода, проводили время на улице. То есть, какой у нас распорядок дня? Детей приводят в садик утром, ну то есть в основном там с 7 и где-то до 9 часов детей постепенно приводят родители. В это время они играют в основном в общем зале. В нашем последнем садике, в котором было уже сколько? Уже 6 групп, то есть совсем маленьких до практически уже взрослых. Самых маленьких, ну левичков, понятное дело, не пускали в большой зал. Ну левичков, по-моему, годовалых. Остальных всех приводили и спускали в один большой зал. И вот они там до какого-то времени тусили, пока их всех приводят родители. Потом они расходятся по своим группам. Там младшим выдают игрушки. На один, значит, во что они сегодня будут играть. Старшие, как правило, уже сами решают. То есть они высказывают предложение своему воспитателю, что они хотят делать. И воспитатель, соответственно, в конце концов решает, основываясь на мнении большинства, и выдаёт им какие-то игрушки, в которые они будут играть. Ну или выдаются сразу несколько сетов игрушек, чтобы те, кто хочет, допустим, поиграть в дочки-матери, играли в дочки-матери. Кто хочет в машинки, играли в машинки и так далее. Дети сами решают, к чему присоединиться. Потом у них ещё обычно бывает какое-то время, которым они занимаются непосредственно учёбой. То есть какая-то учёба. В основном они что-нибудь учатся делать вместе. Может им что-то рассказывают. Ну то есть, как я говорила, особенно детей в тех садиках, в которых мы были, особенно детей учёбы не напрягали. Потом они... Да, кстати, в это же время иногда они могут пойти куда-то далеко погулять. То есть за пределы садика. Обычно прогулка, кстати, иногда вот когда их приводят, то их выпускают сразу во двор. То есть когда их приводят родители в садик, то выпускают небольшой зал именно во двор. Ну это как когда, то есть зависит от погоды, от всего. Ну, как я уже сказала, бывают длительные прогулки за пределами садика. Потом дети приходят к обеду. Обед, ну опять же, в разных садиках было по-разному, но по моим наблюдениям это совсем не обязательно только японская пища. В основном, конечно, да. В основном японская пища и практически каждый день рис. В качестве замены рису иногда используется лапша, иногда хлеб. В нашем последнем садике даже устраивались не какой-то национальной кухни. То есть могли, например, им дать французскую кухню, тайскую кухню, индийскую кухню и так далее. Но в основном чередуется японская, условно западная и китайская. Иногда еще что-нибудь корейская. Что у нас дальше? Дальше дети ложатся спать. Какое-то время они спят. Через какое-то время они просыпаются и дальше занимаются, опять же, своими играми, своими делами. И так до тех пор, пока их не заберут родители. Еще есть возможность, если у вас есть дела в субботу, отдать ребенка в садик в субботу. И в субботу групп нету. То есть всех детей просто, кого привели, собирают в одной комнате. И получается, что именно по субботам дети могут, например, общаться и совсем... Ну, то есть дети из взрослой группы могут общаться совсем маленькими детьми, вместе играть и так далее. На мой взгляд, это тоже довольно полезная опция. Мы иногда Евку отдавали по субботам. И... Что я еще могу сказать? Какие особенности я заметила? Во-первых, на мой взгляд, в японских садиках, ну, по крайней мере, это наш опыт, к детям относятся очень так по-человечески. И именно, как бы это даже сказать, чувствовался личный персональный подход. Например, мы регулярно устраивались дни, когда воспитатель говорил непосредственно с каждым из родителей, объяснял, какие у ребенка достижения, какие у ребенка проблемы, где его сейчас, в чем нужно сосредоточиться, где нужно его получить, где ему что-нибудь надо объяснить. Это очень сильно помогало, потому что родители далеко не всегда представляют, как ребенок себя ведет без них, как он себя ведет, например, со своими... ну, со своими сверстниками. И все-таки, мне кажется, у воспитателя больше шансов это заметить. У нас, по крайней мере, явка себя дома и при нас вела немножко по-другому. Что еще? Мне, например, очень поразил тот факт, что когда у нас дочь не хотела спать, воспитательница иногда даже ложилась с ней днем вместе, чтобы она уснула. То есть, я не знаю, у меня это был, конечно, очень удивительный момент, когда мне сказали, представляете, мы сегодня даже... она не хотела спать. Мы даже с ней легли, сказку ей рассказали, она все равно не спит. И я была так удивлена, потому что в мое время просто, если ты не хотел спать, приходил воспитательница, говорит, а ну быстро спать! И все. А тут вот такое. Вот. В плане еды детей не заставляют есть. Если они чего-то не хотят есть, их не заставляют. Ну, по крайней мере, у нас в садиках нигде не заставляли. Но при этом вот в нашем последнем садике был принцип, если ты даже не хочешь есть, если тебе не нравится, попробуй хотя бы кусочек. Просто чтобы ребенок не боялся пробовать незнакомые вещи и точно знал, что он не ест, потому что ему не нравится, а что он просто не пробовал и боится пробовать. Это очень важно. еще, ну, я могу говорить только за последний садик, потому что во всех других у нас был еще слишком маленький ребенок. В последние несколько лет в нашем садике, вот, пожалуй, последние две группы, детей стали учить решать проблемы самостоятельно, то есть не обращаясь к воспитателю. Я даже не знаю, это принцип садика, это принцип нашей воспитательницы, мне очень трудно это сказать, но мы видели, насколько это хорошо действует на нашу дочь. Потому что, ну, маленькие дети не очень хорошо вообще умеют договариваться между собой, это факт. И первое время, когда установилось это правило, нам описывали эти потрясающие баталии, я как-нибудь сделала отдельное видео просто с рассказом о том, как они договаривались, например, как проводить свою ночевку в детском саду. У них один день была ночевка в детском саду. Это умолительно смешно, потому что у них получилась такая правильная демократия. Но в конце концов я помню, что пару месяцев назад мы пришли на родительский день, и нам показывали, как дети готовятся к обеду. Наша дочь была как раз среди дежурных, она была дежурной. И в процессе этого дежурства у них возник небольшой конфликт с еще одной девочкой по поводу, ну, вернее, даже не конфликт, а, скажем так, недопонимание о том, кто из них будет разливать суп. Обе хотели разливать суп. Это очень ответственная задача. И вот мы увидели, что они там между собой спорят и думали, что они сейчас пойдут к воспитательнице, но воспитательница сказала, что успокойтесь, она сейчас сами все решат. И да, действительно, они между собой обсудили эту ситуацию и договорились, что вторая девочка будет разливать суп, а Эва Чернова будет разносить, то есть наша дочь будет его разносить. Я повторяю, Евке на тот момент только-только исполнилось 6 лет, если не ошибаюсь. Может, даже еще 5 было. Но вот просто я себя помню в 6 лет, мне было очень трудно вот так вот взять и договориться, потому что, конечно же, хочется, чтобы все было по-твоему. Еще, опять же, я не знаю, это именно фишка нашего садика или это вообще принцип большинства японских садиков. Дети довольно много занимались всякой работой, именно работой. То есть, да, они делали сами поделки, это понятное дело, но они, например, делали сами декорации к своим спектаклям. У них регулярно были какие-то курсы готовки, например. Они убирались сами в своей группе, вот дежурство у них было, то есть они сами уже разливали еду, разносили ее. У них был даже небольшой огородик, на котором они, ну такой огородик, скажем, грядочки, на котором они выращивали какие-то овощи, и потом эти овощи они сами, то есть, резали даже. Ну или, вернее, по-моему, нет, по-моему, они все-таки не резали, но чистили сами эти овощи и ели в обед. То есть, вот такая вот подготовка к труду и обороне. Даже в старшем классе они даже, в старшей группе, они даже убирались за пределами садика. Они выходили за пределы садика и убирались там, что, на мой взгляд, просто класс, супер. Еще я не могу сказать, такими являются все буддистские садики. Как я говорю, у нас очень позитивный директор садика, и я предполагаю, что во многом это его инициатива. На самом деле, когда я японцам, своим японским друзьям говорила о том, что мы отдаем явку в детский садик именно буддистский, реакция была основной, о, кибищи, типа как сурово, потому что представляется, что буддистские садики это более такие суровые, более нацелены на дисциплину. Ну, не знаю, как оно... Ну, вот, что я могу сказать? Давайте уже как-то завершать, а то я смотрю, я тут тоже очень многое говорила. Я все-таки могу сказать, что садики, в которые мы ходили, весьма между собой различались. Различался подход к тому, что делают дети. Различались условия, в которых дети находятся, очень сильно. Да, вот, я забыла, кстати, что везде было две вещи, которые, по-моему, есть вообще во всех садиках. Первое, детей всегда разувают, они ходят босиком. И второе, дети спят на футонах на полу, на матрасах, никаких кроватей, 100%. Вот это две вещи, они были во всех садиках. Я думаю, что это стандартные условия. Но все-таки разницы было много. То есть где-то дети больше гуляют. Где-то дети много проводят время за какой-то работой, за домашними делами. Где-то им дают больше свободы, где-то им дают меньше свободы. То есть такие вещи, они решаются именно в зависимости от того, как руководство садика смотрит на воспитание детей. Есть очень такие экспериментальные садики, в которые мы, правда, едку не отдавали, но мы о них слышали, мы даже о них там читали и так далее. Например, в которых дети вообще в любую погоду гуляют на улице, независимо от того, там дождь, снег, гуляем. Есть садики, в которых детям пытаются просто впихнуть в голову огромный объем знаний. Они учат английский, они учатся играть там на скрипке, не знаю, там алгебру, геометрию и так далее. Есть и такие. И моя личная рекомендация, когда вы выбираете садик, во-первых, очень четко читать о нем, читать их там брошюры и так далее, что они предоставляют, их веб-сайт. Во-вторых, если вы не владеете японским, пусть он кто-нибудь это переведет, потому что это очень важно. Они там описывают, что конкретно они будут давать ребенку. И во-вторых, я советую ходить на экскурсию в садик. Эта возможность предоставляется во всех садиках. Сходить сначала, посмотреть, поговорить. Если вы не можете, опять же, если ваш японский язык этого не позволяет, то пусть с вами пойдет кто-то. Вы можете попросить помощи. Я не знаю, как в других префектурах. У нас, например, можно специально договориться. Вам припишут человека, переводчика, который вам в этом поможет. То есть, грубо говоря, просто не пускать все на самотек и интересоваться, что конкретно будут давать вашему ребенку, что это за садик, на чем он стоит. И тогда, я думаю, можно подобрать хороший садик, такой, который вам понравится. Да, кстати, довольно много христианских садиков, если мы говорим о религиозных садиках. В Японии много христианских садиков. Насколько они именно христианские, я не знаю. Ну, вот у нас неподалеку от дома католический садик есть. И насколько я знаю, дети там реально, по крайней мере, участвуют в каких-то мероприятиях, рассказывают про основы христианства. То есть, если вы хотите именно, чтобы ребенок был, ну, скажем, воспитан в христианском духе, никаких проблем с этим тоже нет. Ну, в целом, не стоит основываться ни на каком личном опыте. Стоит понимать, что личный опыт – это личный опыт. Ищите информацию. И, в целом, никаких проблем с подбором садика в Японии, который будет именно идеальным для вас и вашего ребенка, на мой взгляд, нет. Ну, что ж, длинное получилось, видимо. В следующий раз, о чем поговорим, я еще не знаю. Ну, оставляйте свои предложения в комментариях. Пока-пока. Пока. Пока.